Одни из лучших в стране итоги социально-экономического развития региона обсудили в областном Акимате, подвели итоги полугодия. В числе отстающих пять районов. Почему они тянут вниз, показатели всего региона, узнавала наша съемочная группа. Заседания Акимата начались с назначения. Экс-руководитель Уолихановского района Медеду Спанов сел в кресло руководителя управления индустриально-инновационного развития. Поработать есть над чем. Наш оба стремится стать аграрно-индустриальным краем. Нужны инновационные проекты, преимущественно в обрабатывающей отрасли. Необходимость переработки уже доказали молочно-товарные фермы. В этом году строительство идет в шести районах на сумму 12,8 миллиардов тенге. Реализовав, запустив наши проекты, мы обеспечиваем свыше 200 рабочих мест на данных предприятиях. Увеличится объем произведенной продукции до 30 тысяч тонн дополнительно. Это что означает? Мы увеличим загрузку наших перерабатывающих предприятий, увеличим ассортимент, увеличится количество людей, работающих на перерабатывающих предприятиях и, соответственно, увеличатся налоги. В общем, в плюсе всем. Только вот запускать фермы некоторые районы не торопятся. Инвесторов не привлекают, проекты не разрабатывают. Это о Жамбылском, Тимирязевском и районе Шалакына. У них самые низкие показатели по производству молока. А в Козелжарском – яиц. Там сразу на нескольких птицефабриках обновляют пернатых. Уже приобрели 360 тысяч голов молодняка. На подходе еще 200 тысяч. К концу года упущенные наверстают, обещает глава козелжарцев Жанат Садвакасов. Сейчас отстают на 80 миллионов штук. Большой фронт работы и у аграриев. Несмотря на засушливый июнь, культуру они сохранили. Две декады без осадков. Но состояние и у зерновых, и у масличных хорошее. В рамках программы импортозамещения посевы гречихи увеличены до 4 тысяч гектаров. В прошлом году у нас составляло 1,3 тысячи гектаров, сейчас 4. Мы должны полностью закрыть потребности нашего региона крупой. Горох также был увеличен до 54 тысяч гектаров. В прошлом году у нас составляло 41 тысяча. Бонус для аграриев. В этом году нашествия капустной моли не наблюдают. С ней сельхозники воевали в 2019-м. По 3-4 раза обрабатывали поля от этого вредителя. Сейчас о такой статье расходов можно забыть. В целом за полгода показатели сельскохозяйственной отрасли улучшились. На 3% вырос объем производимой продукции. А промышленность региона и вовсе бьет все рекорды. В промышленном секторе области обеспечен выпуск продукции на 138,2 миллиарда тенге. И темп составил 111,4%. В отрасли горнодобывающей промышленности объемы выросли на 47,5% и составили 1,5 миллиарда тенге. Подпортили областные показатели промышленности районы Шалакына, Айртаусский и Акжарский. Последний аутсайдер региона. Показатели там снизились на 12%. Все из-за ограничительных мер, говорит глава Акжарцев Ербатыр Мадьяров. 9 горнодобывающих предприятий сократили объемы, потому что не могли сбыть продукцию. Только вот речь идет о перевозке щебня. Этому карантин не препятствовал. Не слышу ответа. Кто ограничил? Моргой, составной России. Но и здесь не сходится. В рамках ЕАЭС ограничений на грузоперевозки не было. Почему Аким Акжарского района думал иначе – загадка. Кумар Аксакалов поручил своему заместителю вмешаться и решить вопрос как можно скорее, чтобы ситуация не портила показатели всей области. Если смотреть по всем секторам экономики, отстающие все те же. Айртаусский, Акжарский и район Шалакына не дотянули до хорошо и Кызылжарский с Мамлюцким. Но даже несмотря на промахи некоторых Акимов районов, показатели нашей области – одни из лучших в стране. Северный Казахстан в группе опережающих по темпам развития экономики. Мы в плюсе по сельскому хозяйству, промышленности, строительству и инвестициям. В минусе только по транспорту и розничной торговле. Это из-за пандемии. Агири Мукашева, Михаил Казначеев, Новости МТРК.